Исполком горсовета сегодня внес изменение правила приема сточных вод в систему одесской канализации. Согласно нормам, которые начали действовать с начала года, представители бизнеса подверглись штрафам за избыточный сброс жиров и других вредных веществ, чем были крайне недовольны. Пострадало и погрязшее в долгах коммунальное предприятие теплоснабжения, которое заплатит дополнительные 5 миллионов гривен. По инициативе «Монополиста» компания «Инфокс» поступило предложение разделить субъектов предпринимательства, работающих в районе очистки биологических станций Южная и Северная. Чиновники инициативу поддержали. К последним теперь требования будут более демократичными. Однако исчезнут ли проблемы между городом и бизнесом – вопрос. Первая очередная задача – сделать так, чтобы экология Черного моря, окружающая среда была защищена. Защищена от тех проявлений такого, знаете, варварского отношения. Когда погоня за барышами, за прибылью, говоря более так лояльно, забывают о том, что у нас еще есть окружающая среда. И необходимо строить очистные сооружения. Это как максимум. А как минимум принимать меры для того, чтобы, допустим, ставить жиролувавливатели у тех в ресторанах, в кафе, процветающих сегодня, зарабатывающих неплохие деньги. Также на заседании исполкома директор департамента коммунальной собственности прокомментировал обыски в здании веренного ему ведомства. В рамках следственных мероприятий задержали начальницу одного из отделов Наталью Воронину и директора зоопарка Игоря Белякова. Воронина, по словам правоохранителей, подозревается в получении взятки в размере 3 тысяч долларов за оформление договора аренды торгового объекта на территории зоопарка. Белякова подозревают в пособничестве оформлению этой сделки. Некоторые работники коммунальной установы, которые курируют департамент, пытались помочь в подготовке документации. Более точное я вам смогу ответить сразу после официального расследования данной ситуации. Продолжение следует... Продолжение следует...